Добрый день! Всем спасибо, что нашли время и уделили его нашему вебинару. Меня зовут Сергей Сергей. Сегодня мы с вами рассмотрим различные аспекты ПГТ в плане эмбриологической лаборатории. Наша презентация называется «Прединтенсионное генетическое тестирование. Эмбриологический этап и как можно повлиять на качество выполнения этой процедуры в плане работы в эмбриологической лаборатории. Стараемся остановиться на основных аспектах. Если у вас появятся какие-то вопросы, то вы можете их писать в комментариях и в конце лекции мы на них постараемся дать ответы. Давайте тогда начинать. Если меня слышно плохо, то тоже напишите. Я постараюсь говорить погромче. У меня об этом организаторы говорят. Итак, начинаем нашу лекцию. Эмбриологический этап «Прединтенсионного генетического тестирования» подразумевает работу в условиях Центра вспомогательных и репродуктивных технологий. И мы посмотрим, как это интегрируется в нашу работу. В основном мы будем рассматривать «Прединтенсионное генетическое тестирование A», то есть тестирование на анеоплоидеи, это количество хромосом. И в принципе все остальные этапы работы с биоптатом в случае генетического тестирования на какие-либо мутации, либо на сомные перестройки, они схожи, но подробнее мы останавливаться на них не будем. Здесь представлены хорошо всем знакомые графики. Естественно, что с возрастом в основном из-за вклада анеоплоидеоцитов возрастает количество анеоплоидных эмбрионов, и чем старше у нас пациентка, тем этот вклад больше. Соответственно, проводя селекцию эмбрионов против анеоплоидных эмбрионов, выбирая эмбрионы с нормальным количеством хромосом, мы можем добиться хороших успехов в переносе таких эмбрионов и практически незначительного снижения частоты наступления беременности. Сразу хочу отметить, что данный слайд нам демонстрируют те анеоплоидеи, которые у нас накапливаются за счет ацитов. То есть мы нивелируем вклад ацитов у женщин старшего репродуктивного возраста с аномалиями в развитии эмбрионов. Мы такие эмбрионы не переносим. Если мы говорим про мутации, которые возникают в Бенобо, про мутации, которые возникают в процессе метоза уже в развитии эмбриона инвитро, то с помощью преимпланиционной генетической диагностики A вот такого красивого графика мы не получаем. То есть мы все равно получаем некое снижение с возрастом у пациентов, мы не получаем стопроцентного развития всех эмбрионов, даже если они иоплоидные, ввиду того, что все равно есть мутации, которые происходят в самих эмбрионах и которые не обусловлены ацитом. Если мы рассмотрим результативность частоты наступления беременности, то различными исследовательскими группами доказано, что есть смысл проведения преимпланиционной генетической диагностики и выбора эмбрионов с помощью ЭБТ-А. Поэтому мы можем рассматривать данный аспект применения преимпланиционной генетической тестирования как дополнительный метод селекции эмбрионов, с тем, чтобы у нас получилось больше шансов на наступление беременности, то есть дополнительных скрининговых методов. До какого-то времени использовали в основном биопсию гистомеров и исследования небольшого количества хромосом с помощью ФИШ. Мы можем условно выделить это как версию преимпланиционного генетического тестирования 1.0. И затем перешли на тестирование количества всех хромосом, биопсию трофобласта. Были различные посылки к этому. И доказано, что в случае биопсии клеток трофобласта у нас меньше травмируется эмбрион. Практически в случае биопсии хороших генетической тестирования не сказывается этот процесс на имплантации эмбрионов. И вот именно возможность получения анализа данных по всем хромосомам позволяет нам действительно рассматривать методы компенсационного генетического тестирования как дополнительных методов селекции без серьезного ущерба для самого эмбриона. Рекомендовать их более широкой группе пациентов, не только с какими-то генетическими аномалиями. Здесь схематически представлена сама процедура. От момента биопсии эмбриона на стадии бластоцисты мы помещаем биоптат в специальный буфер. Затем в этом буфере происходит амплификация генетического материала, то есть ДНК. И таким образом из нескольких клеток мы можем получить достаточное количество ДНК для последующего анализа. Затем мы используем методы, например, и в результате мы можем иметь различные варианты ответа для пациентов. То есть мы можем исследовать количество хромосом, мы можем исследовать какие-либо структурные реорганизации генома, мы можем исследовать отдельные гены, то есть дальше у нас в зависимости от потребностей запросов имеется модификация методов уже в генетической лаборатории. Что касается пробоподготовки для анализа, то есть самого этапа биопсии и тьюбинга, эти этапы проходят как раз в эмбриологической лаборатории, и именно их мы будем сегодня рассматривать. Если обратить внимание на количество изменений с количеством хромосом в эмбрионах, то мы видим, что на третий день гораздо больше анеуплодных эмбрион встречается в популяции эмбрионах инвитра, в том числе, чем на пятый день. Связано это с возможностью саморегуляции эмбрионов, с тем, что эмбрион – это не статичная структура, это живой организм, и его клетки могут, нормальные клетки могут участвовать в дальнейшем развитии и формировании нормальной бластоцисты, а ненормальные клетки могут не включаться в бластоцисту, и тем самым в итоге некоторые эмбрионы, которые у нас могут быть охарактеризованы как анеуплодные на третий день, к пятому дню за счет такой системы саморегуляции превращаются во вполне здоровую нормальную бластоцисту с анеуплодной внутренней клетчатой массой, анеуплодной трофотодермой, и исследование эмбрионов на пятый день помогает нам избежать таких ошибок, и выбор, кого будет эмбрионы, которые на самом деле могли бы дать нормальное развитие. Шанс найти иуплодный эмбрион у нас также снижается с возрастом. Здесь представлены данные IVF Big Data, есть такой сайт, на котором можно пройти различные опросы, и они собирают мировую статистику по различным интересующим, скажем так, эмбриологам вопросам. Сейчас там достаточно большое количество опросов по преимпланационно-генетической диагностике, и вот некоторая статистика там приведена. Мы видим, что количество иуплодных эмбрионов, естественно, у нас падает с возрастом, и для молодых пациенток достаточно меньшего количества эмбрионов для того, чтобы успешно завершить попытку, успешно пройти генетическое тестирование, и эта попытка завершится переносом. Видно это из данного графика, что, естественно, с возрастом шанс того, что перенос у нас будет отменен, он увеличивается из-за того, что большинство эмбрионов будут аминтлоидными. И, например, если мы получили одну-две клетки на функции, сделали XC, развился у нас один эмбрион, то шанс того, что мы его используем для переноса после генетической диагностики у пациентов младшей возрастной группы, естественно, больше, чем у пациентов старшей возрастной группы. Поэтому об этом необходимо всегда помнить. Есть такая замечательная таблица из публикации CooperSurgical, что для того, чтобы достичь успеха, для того, чтобы выбрать эмбрионы для переноса, сколько их необходимо получить в программе. Мы видим, что у пациентов 30 лет, 35 лет, это 2-3 эмбриона уже могут привести к тому, чтобы хотя бы один из них оказался аминтлоидным. Но в то же время для пациентов старшей возрастной группы это должно быть около 7-8 эмбрионов для того, чтобы мы могли рассчитывать на то, что среди них будут и аминтлоидные эмбрионы. Очень часто у пациентов старшего продуктивного возраста, у которых действительно есть необходимость в таком дополнительном скриминге, нам не удается получить необходимое количество эмбрионов в одной стимуляции, поэтому для них реализована программа накопления эмбрионов, либо тестирования эмбрионов, которые не имеют постепенной выдачи результата. То есть мы можем сделать биопсию одного эмбриона и в следующем цикле получить еще один эмбрион, тоже сделать биопсию одного эмбриона и уже на анализ отправлять в генетическую лабораторию сразу несколько образцов, но это индивидуальные предпочтения пациентов. Для того, чтобы с ними взаимодействовать, и в первую очередь это важно для врачей, мы должны их ориентировать на некоторые шансы того, что в данной программе с данным количеством пробиопсированных гластацистов у нас получится какой-то результат. Характерно, что для пациентов старшей возрастной группы также варьирует доступность гластацистов для биопсии на разные сроки культивирования. Было показано, что чем старше пациентка, тем больше вероятность у нас того, что биопсию мы будем проводить не на пятые сутки, а на шестые сутки. Поэтому для пациентов после 40 лет мы можем планировать время работы в эндрологической лаборатории, задействованной в процедуре биопсии, ну, минимум на два дня. Существует сообщение и о возможности биопсии на седьмые сутки, но обычно мы не используем такие гластацисты в нашей рутинной практике. И на шестые сутки, во второй половине дня в большинстве случаев мы уже точно уверены в количестве эмбрионов, которые мы отправляем на анализ. Поэтому важно правильно информировать пациентов о том, что развитие не заканчивается на пятых сутках. Это важно при оформлении информированного согласия, а важно для того, чтобы пациенты понимали, сколько эмбрионов они хотят отправлять на анализ. То есть бывает так, что пациенты рассчитывают на то, что у них вырастет там малый гластацист, их вырастает много, и существует такая проблема, что не всегда они готовы оплатить, например, тестирование всех эмбрионов, доступных для биопсии. Эти моменты должны проговариваться с пациентами заранее. У нас это делают врачи, и не всегда как бы удается получить вот этот скитбэк от пациентов, сколько им необходимо, минимум протестировать эмбрионов. Иногда бывают разногласия. Но если это прописать в информированном согласии, что мы сделали в последние несколько лет, то таких позначтений в понимании пациентов и эмбриологов их становится меньше. Но тем не менее мы всегда оставляем эмбрионы культивироваться до 6-х суток, и в редких ситуациях, даже из малоперспективных эмбрионов, у нас получаются гластацистопригодные для биопсии. Если мы рассмотрим количество иуклоидных эмбрионов на 5-6 сутки культивирования, то мы видим, что в случае экспонтированных гластацистов, то есть гластацистов на стадии 4 и 5 развития по Гарднеру, у нас сопоставимые данные по количеству иуклоидных эмбрионов. В случае, если гластацисты у нас даже к 6-му дню остались ранние гластацисты или не развилась до стадии 3-й или 4-й, мы видим значительное снижение количества иуклоидных гластацистов такой популяции. Можем тоже как-то прогнозировать, достаточно условно, правда, но выход иуклоидных эмбрионов. Качество гластациста, которое мы используем для биопсии, тоже очень важно. Мы видим, что в случае гластациста хорошего качества, вне зависимости от стадии их развития, которая показана с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, мы имеем достаточно высокий уровень иуклоидных гластацистов. Если мы имеем гластацисту плохого качества, например, ВС, ЦВ, но большого размера, то ее биопсировать тоже возможно с тем, чтобы рассчитывать на нахождение уплодных гластацистов в таких случаях. Но если мы видим совсем плохие гластацисты, то их биопсировать, скорее всего, нет смысла. Большинство клеток у нас в гластацистах плохого качества очень большие, и они в процессе биопсии мультилизироваются. Поэтому возникает опасность для эмбриолога, отсутствие ответа, либо контоминации, контролей. Мы об этом чуть позже поговорим. Но в случае биопсии гластацистов плохого качества в большинстве случаев они не могут быть проанализированы в кинетической лаборатории, потому что ДНК находится в клетках таких гластацистов фрагментированной, и смысла особого нет в такой биопсии. Кроме того, если мы говорим о гластацистах хорошего качества, где много клеток тропатодермы, мы забираем часть из них для анализа, часть из них остается, и если их много, они могут восстанавливать этот утраченный кусочек клеток гластацисты. Если у нас эмбрион плохого качества, то отчеркнув от него какое-то количество клеток, мы еще больше ухудшаем его шансы на дальнейшее развитие. Поэтому в случае субоптимального качества гластацистов мы принимаем решение либо не использовать их для биопсии и криоконсервации, либо предложить пациенту, если они очень настаивают, перенос таких эмбрионов с возможностью какого-то исхода и ненулевой вероятности дальнейшего развития. Все это очень важно понимать, если мы придерживаемся определенных принципов оценки морфологии. Естественно, все мы знаем оценку по Гарднеру, но, как показывает практика, в разных центрах, в том числе имея опыт войсных биопсий с помощью каким-то другим эмбриологам, мы понимаем, что в каждой лаборатории эта система оценки очень сильно варьирует. И особенно это касается пятого дня. То есть что назвать блестацистой АА, что назвать блестацистой АБ, ББ и другими категориями, очень сложно. Бывает, взаимодействуют с разными эмбрионами. Поэтому самое главное, главное стандартизировать наши системы оценки и использовать какие-то универсальные критерии оценки. То есть есть рекомендации, есть, естественно, критерии, которые обсуждались и в Эшер, и в Сибирь, которые нам очень подробно описывают все, скажем так, морфологические особенности блестацист, и с помощью атласов, с помощью каких-то приложений мы можем проконтролировать свою оценку. То есть важно соблюдать единственные морфологические оценки как внутри одной лаборатории, чтобы мы могли взаимодействовать со своими коллегами, так и между лабораториями. Это также важно для генетической лаборатории, которая получает материал от многих клиник. И если мы в эмбриолисте, который нас сопровождает, наши биоптаты, пишем совершенно разные параметры блестацист, то в генетической лаборатории тоже тяжело интерпретировать эти результаты и как-то опираться на качество блестацист. Поэтому мне кажется, что выходом из такой ситуации является создание некой единой базы данных. За рубежом они, в принципе, есть. Сейчас активно в Великобритании развиваются, в Испании. Какие-то именно базы данных, позволяющие нам проверить в соответствии своей оценке, принятой в нашей конкретной лаборатории, к такой общепринятой, насколько наши системы будут различаться. И есть системы внешнего контроля качества работы эмбриологов, которые позволяют нам проанализировать какое-то количество образцов, предлагаемых по морфологии эмбрионов, и дать ответ, дать характеристику их развития. Мне кажется, что это очень важный аспект, и на него следует обращать внимание, потому что это помогает стандартизировать нашу систему оценки и лучше взаимодействовать как внутри одной лаборатории, так и с эмбриологами других лабораторий. Помогает нам понять действительно в случае перевоза кривого материала либо отправления централизованных систем генетической диагностики. Те эмбрионы, которые были проанализированы в разных лабораториях при стандартизации будут более адекватно восприняты эмбриологным исследователям или генетикам, которые будут проводить анализы. Все эти системы доступны, и их применение совершенно не лишнее, на мой взгляд. В первую очередь, когда мы оцениваем бластоцисты пригодны для биопсии, мы обращаем внимание на клетки трофоктодермы. Именно их мы будем использовать для дальнейшего развития. И я рекомендую также обращать внимание на качество бластоцистов и подбирать капилляр того диаметра, который мы будем использовать. То есть если у нас бластоцисты большого размера, категории А трофоктодерма, мы имеем большое количество маленьких клеток, которые легко у нас могут быть пробиопсированы, они легко заходят в капилляр даже небольшого размера, и легко обычно отрываются от остальных клеток. Если это бластоцисты маленького размера, то каждая клетка будет гораздо крупнее. И в случае необходимости биопсии бластоцисты плохого качества, мы должны выбирать капилляр максимального диаметра, потому что те единичные клетки, которые мы будем давать на анализ, они будут очень большие. И если мы будем стандартным капилляром проводить диапсию, то большинство клеток у нас лопнет, и шанс того, что мы потеряем ядра, шанс того, что у нас придет отсутствие ответа после генетической диагностики, очень сильно возрастает. Отдельно я хотел бы упомянуть явление мозоицизма, которое встречается, и явление эквивалентности клеток трофобласта, и внутренней клеточной массы. Уже достаточно много работ накоплено по данному вопросу. Были проанализированы эмбрионы либо отказные, но охарактеризованные, как и уплоидные, и донорские эмбрионы, либо полностью анеуплоидные эмбрионы, и были проанализированы повторные диаптаты среди этих эмбрионов. И выяснилось, что многие из них находятся в стадии мозоицизма. У нас может быть и уплоидная трофоблодерма, и мозаичная внутренняя клеточная масса. Может быть ситуация наоборот, когда трофоблодерма у нас мозаичная, а внутренняя клеточная масса и уплоидная, в результате мы все равно получаем нормальное развитие. Как видим, таких вариаций существует не то чтобы много, но какой-то процент их встречается. И поэтому принятие решения о переносе мозаичных эмбрионов — это достаточно сложное решение. Оно всегда необходимо согласовывать его с пациентом, с необходимостью этого переноса. Если у пациента нет и уплоидных эмбрионов к переносу, некоторые из них настаивают при обращении в клинику после получения результата генетического тестирования на переносе мозаичных эмбрионов. Но мы должны понимать, что те эмбрионы, которые несут совместимые с жизнью аномалии, а не уплоидные, мы их не можем переносить, потому что есть шанс, что у нас эмбрион родится с этими аномалиями. Эмбрион будет продолжать свое развитие, и ребенок родится с наследственной патологией, например, с синдромом Дауна. Если мы переносим мозаичный эмбрион по хромосомам, которые несовместимы с дальнейшим развитием, то в случае, если мы имеем превалирование анеуплоидных клеток в таком эмбрионе, он просто у нас не имплантируется, либо его развитие останавливается, и здесь рисков гораздо меньше. В работах по повторной биопсии было проанализировано некоторое количество эмбрионов. Было выявлено, что в двух случаях из 15-ти плойность эмбриона соответствовала плойности первой биопсии, но были получены какие-то другие аномалии по другим хромосомам, и в двух случаях не соответствовала эта плойность между двумя заборами трофтадермы, то есть между двумя биоптатами. С одной стороны, для того, чтобы таких ошибок было меньше, мы должны увеличить количество клеток, которые мы предоставляем на анализ генетической лаборатории. То есть, чем больше клеток мы исследуем, тем меньше вероятность у нас ошибки, тем легче нам выявить мозаиков, тем с меньшей вероятностью мы получим отсутствие ответа. Но, с другой стороны, чем больше клеток мы используем, тем больше мы повреждаем эмбрион. Поэтому необходимо добиваться какой-то золотой середины. С одной стороны, не слишком мало клеток использовать для биопсии, с другой стороны, не слишком много клеток. Но, как показывает практика, оптимальным является 6-10 клеток, ну, я бы сказал, 6-12 клеток, которые мы отправляем на биопсию. И в этом случае мы говорим о биопсии хороших эмбрионов. То есть, мы, естественно, технически можем сделать биопсию гластациста категории ЦЦ, но смысла в этом будет не очень много. То есть, мы либо используем практически все клетки трофотодермы, и даже в случае того, что мы получим ответ по данному образцу, мы не сможем гарантировать нормальную имплантацию этого эмбриона и его жизнеспособность. С другой стороны, мы можем очень бережно отнестись к вопросу биопсии и отщитнуть от него одну-две клетки. Но в случае такой ситуации, такого подхода с достаточно большой вероятностью, мы не получим никакого ответа от генетической лаборатории. Если мы делаем повторную биопсию, то мы должны понимать, что с одной стороны мы стараемся как можно меньше воздействовать на эмбрион, и сделав биопсию, например, из расчета трех-пяти клеток, одной имплантацисты отправив их на диагностику, мы получаем отсутствие ответа, нам необходимо проведение повторной биопсии. Соответственно, мы делаем повторную биопсию, второй раз травмирован эмбрион, подвергаем его циклам оттаивания и витрификации. Это все не приводит к его улучшению, естественно. То есть в лучшем случае мы не снижаем жизнеспособность эмбриона, но повторную биопсию обычно существенно ухудшает качество эмбрионов и шансы их на дальнейшее развитие. Поэтому лучше сразу использовать кусочек чуть-чуть побольше, чем минимальный, но иметь не такие большие шансы на отсутствие ответа и иметь возможность минимально травмировать эмбрион. Следующая часть лекции мы как раз с вами поговорим про организацию центра лаборатории в составе эмбриологической лаборатории, то есть организации самого процесса работы и необходимым методом контроля наших действий, которые помогают нам получать стабильные результаты. Ну, естественно, ПГТ-часть это небольшая часть эмбриологической лаборатории, которая функционирует. Обычно это те же люди, которые выполняют стандартные эмбриологические процедуры, то есть очень мало клиник, которые могут позволить себе высоко квалифицировать специалисты, которые будут делать только биопсию, либо это специализированные центры, в которых, например, видим, что биопсию делают абсолютно всем эмбрионам, всем пациентам. Естественно, это небольшое подразделение сама эмбриологическая лаборатория и то, как она организована, это очень важно, но в то же время очень важно ее соотношение с другими структурными подразделениями центра ВРТ, взаимодействия с врачами, администрацией, пациентами, директором, бухгалтерией. То есть, мы должны понимать, что все документы, они должны быть, скажем так, прозрачными. Любой человек, который имеет к ним соответствующий доступ, должен понять, без дополнительных разъяснений, что был пробиопсирован такой-то эмбрион такой-то пациентки, таким-то человеком в такое-то время и получен именно этот ответ и врач, скажем так, должен иметь доступ к этой информации. В то же время мы должны помнить о том, что и лаборатория эмбриологии, и особенно лаборатория эмбриологии, в которой осуществляется генетическое тестирование и биопсии, это некая такая закрытая территория, помещение с ограниченным доступом и с возможностью такого изолированного существования и в случае, когда мы говорим о том, что в данном компетентном центре мы планируем проведение реинкланиционного генетического тестирования, а именно биопсии в условиях эмбриологической лаборатории, мы должны понимать, что сама лаборатория нормально функционирует. То есть, если центр только открылся, имеется еще не устоявшийся штат врачей, эмбриологов, непонятно, насколько все участники процесса квалифицированные понимают, то, что они делают, имеется какие-либо неустойчивые системы культивирования, либо еще не до конца отлаженные системы работы, которые могут не соответствовать каким-то стандартам, не стоит сразу при открытии новой клиники ЭКО, браться за биопсию и использовать все возможные методы для достижения результата. Мы должны понимать, что в первую очередь сама лаборатория функционирует идеально, что в ней соблюдены все условия для того, чтобы эмбрионы у нас дорастали до пятого дня, что весь персонал имеет соответствующие навыки, все обученные ответственные люди механизмом микроманипуляции, то есть это не только обучение ЭКСИ, но и самому процессу биопсии, это совершенно разные процессы и по времени, и по затратам, и иногда по эндриологам, которые их выполняют. Поэтому как рекомендация, при открытии новых центров не использовать сразу методы биопсии, не вводить их в рутинную практику до того, как все стандартные процедуры лаборатории не будут приведены к каким-то хорошим результатам. Но обычно это обговаривается уже в конкретной ситуации, с конкретной лабораторией при консультировании и желании людей работать в этом направлении. В первую очередь за этим желанием скрывается необходимость введения очень строгого контроля качества на всех этапах работы. То есть это не только обычный контроль выполнения наших процедур, когда мы должны иметь возможность планирования, контроля, анализа данных процедур и последующего контроля и снова изменения нашего планирования. Но это система total quality management, которая по крайней мере у нас в стране реализована гораздо хуже пока, чем в Европе и далеко не во всех лабораториях, в которых работают эмбриологи. Если мы говорим, что для достижения беременности обычно без применения методов биопсии и методов генетической диагностики, нам достаточно очень простых методов контроля, чтобы ничего не перепутать, чтобы эмбрионы у нас чувствовали себя хорошо, и в случае каких-то неудач мы можем сделать перенос пораньше и в результате получить беременность с минимальным воздействием на эмбрионы, гометы, то в случае введения методов биопсии, применационного генетического тестирования мы подразумеваем, что в любом случае мы эмбрионы культивируем до пятых суток, что эти эмбрионы подвергаются гораздо большему воздействию со стороны эмбриологов, со стороны окружения инвитра, со стороны неблагоприятных факторов лаборатории, и бывает так, что в некоторых лабораториях замечательно функционируют они с переносами на третий день, но вводя систему культивирования до пятого дня с целью получения необходимого количества глистацист для биопсии, мы не получаем желаемого результата, глистацисты не вырастают, либо вырастают плохие, им необходимо углубляться в нюансы работы каждой конкретной лаборатории, поэтому вот система общего контроля всех процессов, четкая стандартизация всех этих процессов помогает нам понять, что мы можем исправить в данном конкретном случае, понять, что в этой лаборатории может происходить не так, к чему мы должны стремиться. Введение процедуры пенгенционно-генетического тестирования, именно процедуры биопсии в эмбриологической лаборатории подразумевает, что мы работаем на новом оборудовании, то есть это и микроманипуляторы, это желательное наличие лазера, обязательное наличие ламинара, центрифуги, инкубаторы, это дополнительные расходные материалы, это среды, которые у нас обеспечивают нормальное развитие эмбрионов, это очень точная система контроля всех параметров, и грубо говоря, мы можем обычно ИПО проводить даже в каких-то не суперкруто оборудованных лабораториях на оборудовании, которое более дешевое, на микроскопах более дешевых, потому что нам необходимо для ИПСИ, например, не такая хорошая оптика, как для биопсии, и не такое количество пластика, не такое количество средств, поэтому не всегда является возможным введение какой-то новой процедуры в конкретной лаборатории, иногда начальство требует с эмбриологов того, чтобы они освоили методы, но при этом не может обеспечить их необходимым оборудованием. Это очень важный момент, и его необходимо всегда проговаривать с руководством о том, что при введении системы биопсии необходимо иное оборудование. Кроме оборудования, у нас вводятся новые методы. Это биопсия, транспортировка материала. На все эти методы должны быть определенные инструкции. Каждый человек в них вовлеченный должен четко понимать область своей ответственности, область, которая может допустить ошибки. И, соответственно, это ведет к необходимости обучения персонала, его тренингу, введения индивидуальных так называемых фокбуков с возможностью анализа собственных ошибок, с возможностью принятия решений в конкретных ситуациях. Это введение дополнительной документации, в которой мы отражаем все изменения, которые могут повлиять на качество нашей работы. Это введение журналов и работы оборудования, журналов, в которых мы будем регистрировать результативность нашего биорсии. Это документы, которые отправляются в генетическую лабораторию. Тоже необходимо правильно заполнять, регистрировать и иметь четкое представление прослеживаемости всех документов и, соответственно, прослеживаемости каждого образца и в документах, и в базах данных, и, естественно, в приобанке. Процессы и процедуры, которые необходимо ввести, необходимая лицензия и сертификация, которая входит в стандартную сертификацию лаборатории ВРТ. Это разработка дополнительных информированных согласий на проведение процедуры биопсии. Это необходимая документация и готовность принятия решения о судьбе эмбрионов, что делать с эмбрионами анеуплодными, что делать с эмбрионами мозаиками, сколько их хранится, для кого их хранить, хранить ли их вообще сразу или их утилизировать, использовать для каких-то научных целей, тренингов и так далее. Это проработка системы доставки материала, взаимодействие с генетической лабораторией, с которой эмбриологическая лаборатория взаимодействует для проведения генетического анализа. Это система мониторинга внутренней системы оценки качества работы, система оценки правильности выполнения процедуров. это проведение аудита и отдельная система оценки рисков для системы биопсии транспортировки материала. И основополагающим моментом это введение каких-либо новых процедур в клинику является создание стандартных операционных процедур. все вы слышали такое слово как соп в этих сопах должны быть очень четко прописаны все инструкции и все возможные пути решения возникающих проблем на этапе биопсии. Почему я отдельно останавливаюсь на сопах для биопсии? Потому что это, наверное, самый сложный соп, который приходится писать для эмбриологической лаборатории. Все остальные процессы, даже проведения ИКСИ, они очень легко поддаются стандартизации. Мы всегда с одного края, грубо говоря, инъекцируем ацит, выбираем самый подвижный сперматозоид. Если таких сперматозоидов нет, то мы делаем тот, тот, тот. Но в случае биопсии гластацисты именно очень сложно выработать именно вот эти стандартные процедуры, потому что каждая гластациста она не похожа на другую. Гластацисты не только между пациентами очень сильно отличаются, но очень сильно отличаются по механическим, физическим свойствам между друг другом. И бывает так, что даже эндриолог с огромным опытом, проводя биопсию, одной гластацист тратит на это одну минуту, а второй гластацист этой же пациентки может просидеть с ней целый час, потому что клетки ведут себя по-разному. Они по-разному биопсируются, по-разному взаимодействуют друг с другом, и учесть все эти нюансы в стандартных операционных процедурах очень сложно, но тем не менее, если у нас имеется несколько эмбрологов, которые выполняют биопсию в клинике, мы должны понимать, что они работают по одному плану, придерживаются примерно одних и тех же протоколов, и мы должны иметь возможность получать сравниваемые данные для того, чтобы оценивать качество нашей работы. как я уже говорил, необходимы специальные манипуляторы, микроскопы, в принципе, это те же системы для микроманипуляции, которые используются и для ЭКСИ, но в случае биопсии я бы хотел отдельно упомянуть, что сейчас интенсивно развиваются системы микроманипуляторов и инъекторов, и с каждым годом становится работать все удобнее и удобнее, в общем-то. Поэтому, если у вас есть очень старые микроманипуляторы, то не всегда на них комфортно проводить процедуру биопсии, например, бывает на разных конференциях, слушая доклады, нам обычно говорят, что проведение процедуры биопсии это достаточно такая легко осваиваемая обученным эмбриологом процедура и в принципе технически в ней нет ничего сложного. Это действительно так, но только в том случае, если у вас нормально работает все оборудование, оно нормально настроено, у вас адекватно реагируют инъекторы, потому что, например, в случае проведения ЭКСИ или каких-то других микроманипуляций, мы легко можем компенсировать многие недостатки нашего оборудования, нашему опыту. В случае биопсии сделать это гораздо сложнее. И отдельно я хотел бы отметить, что настройка освещения имеет, скажем так, принципиальное значение для проведения качественной биопсии. Сейчас есть возможность приобретения электронных конденсоров, которые имеют заданные диапазоны контрастирования, не нуждаются в постоянной настройке, и это очень облегчает настройку света и использование таких аппаратов для проведения биопсии. Это наличие системы гашения вибраций и наличие антивибрационных столов. Если мы говорим про ЭКСИ, то во многих клиниках, которые удачно выполняли ЭКСИ, не стоят антивибрационные столы, но при переходе к этапам биопсии гриологи вдруг понимают, что они не могут совершенно нормально сделать эту процедуру, хотя у них особо сложности не возникало. Опять же, системы активного гашения вибраций стоят достаточно дорого, но в случае использования ввода в рутинную практику Центра ВРТ процедур с биопсией на мой взгляд они являются неотъемлемой частью и должны присутствовать. Это наличие лазеров. Лазеры бывают разные, мне больше нравятся активные лазеры, которые всегда можно перевести в пассивный режим, есть разные фирмы, которые предоставляют. Удобные очень лазеры с красной меткой РДА, и компания Офис выпускает такие лазеры, и активные, и в то же время эмбриолог, проводя все манипуляции, он не отвлекается на экран компьютера, он смотрит только в микроскоп, и за счет того, что он видит ту точку, в которую попадает лазерный пучок, и происходит либо наотрез зоны, либо деструкция клеток, процедура становится гораздо проще, и это помогает существенно облегчить жизнь эмбриону. Есть несколько мнений насчет того, что лазер может приводить к лизису клеток и контоминации образцов экинализированными клетками, получается там обрывки ДНК, и в случае применения лазера больше частота мозаичных эмбрионов при анализе. А есть публикации противоположные, в которых говорится о том, что наоборот с помощью лазера получается лучше, аккуратнее, чем при чисто механическом использовании микроинструментов для биопсии. На мой взгляд, применение лазеров гораздо легче позволяет проводить данную процедуру, и в случае наличия гласта цист не АА, например, АВБ позволяет сделать эту процедуру аккуратнее. Для меня всегда большой плюс, если в клинике есть лазер, с которым можно делать биопсию. Не обязательно добиваться того, что вы исключительно лазером будете отделять кусочек биоптата от самой гласта цисты. Лазер – это вспомогательный инструмент, который облегчает вам и разрушение зоны, и выход клеток, и релиз этих клеток, схлопывание гласта циста, то есть нет необходимости лазером врезать как ножом или как ничем джедая гласта циста, но этот инструмент существенно позволяет сократить и время, и энергозатраты эндриолога на процедуру сосредоточиться на более важных моментах. Дальше мы рассмотрим процессинг материала в лаборатории, то есть тот путь, который у нас происходит с биоптатом и с эмбрионом. У нас добавляются определенные этапы. Это сама биопсия, чашка губиопсии, которая у нас покрывается маслом, а эмбрион из нее переходит в чашку для клеоконсервации и собственно мы не должны на этом этапе ничего перекупить. Эта чашка губиопсии служит также вместилищем самого биоптата, который мы должны поместить в пробирку и отправить в генетическую лабораторию. Соответственно, мы должны быть полностью уверены, что вот этот кусочек, который мы пробиопсировали, он соответствует тому эмбриону, который мы витрифицировали на носителе. И если мы анализируем ошибки, которые чаще всего могут быть встречены в лаборатории при проведении биопсии, то это даже не ошибки технические эмбриолога, потому что у него мало каких-то знаний микроманипуляционных именно технических. А это ошибки подписи носителя, ошибки маркировки биоптата. За этим необходимо очень строго следить и в случае применения методов генетического тестирования в лаборатории необходимо в обязательном порядке введение двойного контроля всех процедур. То есть ни один эмбриолог единственный задействован во всем процессе. Как минимум два человека, которые проверяют, что эмбрион номер один из чашки номер один, витрифицированный носитель номер один и его биоптат помещен в пробирку для анализа номер один. Очень обидно перепутать просто пробирки или сами эмбрионы, проведя всю процедуру идеально и ошибившись в маркировке. Естественно, все это необходимо документировать и иметь полную прозрачную документацию всех процедур. Поэтому есть, скажем так, общие правила, которым мне кажется целесообразно придерживаться, когда мы используем методы биопсии в нашей клинике. Это наличие четких инструкций, соков, регламентирующих всю последовательность действий при проведении процедуры. То есть от них они должны быть составлены таким образом, чтобы от них не приходилось обклоняться. С одной стороны мы можем составить сопы просто для галочки формально и, скажем так, эмбриолог номер один четко придерживается, потому что он их составлял, а эмбриолог номер два на самом деле работает по-другому и какие-то вещи пропускает. Составление сопов для галочки это неправильная практика. Вроде как они и есть, но вроде как они и не работают. Они должны быть реально рабочими, они должны проверяться, если вводятся какие-то изменения, они должны быть согласованы со всеми эмбриологами, чтобы все сказали, что действительно им так удобно работать. Либо тогда описать возможные варианты, которые тоже должны быть документированы и прописаны в СОП. Естественно, те среды и реагенты, которыми мы пользуемся, должны быть стерильны, без вышедшего срока годности и для биопсии их желательно оликватировать отдельно. То есть, если мы делаем биопсию в культуральной среде, ее необходимо завязовать в инкубаторе, и это не должна быть та же среда, что мы используем для раскапывания чашек, либо оставшаяся среда в неиспользованной чашке. То есть, это отдельная оликвата среды, в которую не лазили никаким другим носиком, которая позволяет нам быть уверены, что в ней нет принесения чужеродной ДНК. Это пластик, который протестирован на эмбриотоксичность. Если у нас будет пластик, который для эмбрионов, мы получим нужного результата нашей процедуры. Это чашки, которые должны быть четко промаркированы, сделаны именно в теме биопсии, в стерильных условиях, на продувке в ламинаре. Это использована система битнеса, ну или жесткого двойного контроля, что данная чашка действительно соответствует именно эмбриону соответствующего номера. Поэтому для одной гластоциста мы используем одну чашку. Естественно, технически, возможно, запихнуть как и на Экси, там и 8 гластоцист в одну чашку, но шанс того, что мы что-то перепутаем гораздо больше. Многие эмбриологи, опытные, работающие, 10-20 лет, говорят, я никогда не перепутаю каплю внутри чашки, вот смотрите, все подписано, но может сложиться такая ситуация, что чашка заденется о полку инкубатора, стол, и капельки сольются между собой. Если в каплях содержалось несколько эмбрионов, каждый по одному, то в итоге у нас будет одна большая капля, в которой будет два эмбриона или три эмбриона вместе, и мы их не сможем разделить. Мы всегда должны минимизировать все возможные риски, которые приведут к нам и нас к тому, что мы перепутаем наши образцы. И, соответственно, это правильная настройка всего оборудования, света, лазера, их калибровка, техническое обслуживание, это системы quality control, quality assurance, то есть контроль качества, контроль всех процедур и аудита их внутри лаборатории. В идеале это следование стандартом ИСО, но, естественно, сертификация по ИСО добиться достаточно сложно, лишь единичные лаборатории выполняют, но в то же время, даже не имея сертифицированного по ИСО лабораторию, мы можем эти стандарты применять на то, что у нас есть лаборатория, исследовать, не проводя самуформальную сертификацию, но имея все необходимые рекомендации, имея их качественное выполнение. Отдельной особенностью является проведение хетчинга, когда его лучше делать на третий, на пятый день, в момент биопсии, после, до биопсии, после того, как мы посмотрели эмбрион утром, либо непосредственно уже в момент самой, самого проведения биопроцедуры, единые как бы рекомендации сложно дать, да, есть разные методики, многие к ним приходили независимо, вот мне больше всего нравится система, которая опробована впервые, наверное, кто о ней рассказал о Капальбе, когда мы делаем хетчинг непосредственно в процессе биопсии, да, мы имеем большую гластацисту, схлопываем ее и затем используем схлопнувшиеся клетки, когда она еще не до конца съежилась, для биопсии. Есть эмбриологи, которым нравится делать биопсию заранее, на третий или четвертый день и использовать клетки, выходящие из гластацисты, это гораздо легче технически выделить, но есть опасность того, что первыми у нас будут вылупляться не клетки трофобласта, а клетки внутренней клеточной массы, есть вероятность того, что у нас будут вылупляться первыми клетки, не содержащие ядер или фрагменты, которые не включены действительно в трофобласт, но являются такими эксклюзированными фрагментами и тоже будут содержать негерно-экономическую информацию нерепрезентативную основному эмбриону. Поэтому выбор той или иной технологии, он должен, скажем так, минимизировать риски неправильной диагностики. На мой взгляд, меньше таких рисков при хетчинге непосредственно в момент биопсии. Но если кому-то легче выполнять другие варианты хетчинга, то естественно никаких жестких ограничений на этом нет. Вариант как отделить клетки от остальной массы трофобласта тоже может быть несколько этих вариантов. Это может быть такое растягивание густацисты, метод пуль, обычно сопровождающийся стрельбой из лазера. Либо это фликинг, когда мы забираем небольшое количество клеток в капилляр для биопсии и резким движением отхолдинг мы перетираем. Показывает практика, обычно это сочетание обоих методов. В каких-то густацистах есть возможность только вытягивая методом пулинга, отделить клетки трофобластов, в каких-то происходит очень легко, в каких-то очень тяжело и на самом деле, если нам не удается сделать что-то просто одним методом, мы должны использовать другой метод, чтобы минимизировать количество времени, затрачиваемое на процедуру и нахождение эмбриона вне инкубатора и минимизировать шансы на повреждение эмбриона. Соответственно, ну, нельзя сказать, что я рекомендую какой-то один из этих методов и абсолютно другой выполнять не рекомендуется. Если мы говорим о фликинге, то в этом случае у нас идет контакт всегда и холдинга, и самого капилляра с клетками трофобласты, и поэтому после каждой биопсии мы должны менять не только сам капилляр, в котором у нас были клетки, но и холдинг тоже для того, чтобы у нас кросс-контаминации не было. Следующий этап, он, наверное, самый сложный во всем процессе, это метод тюбинга, то есть проба подготовки для того, чтобы вот наш биоптат мы поместили в небольшой пендорфик, в буфер и отправили в генетическую лабораторию. Отправка осуществляется в буфере для полногеномной гибридизации, в компании генетика он поставляется в штативе, в том числе есть пробирки с большим количеством буфера, который мы используем для отмывки и есть пробирки, в которые уже накапан буфер. Другие компании, знаю, что, например, Pupersogical просто буфер в пробирке большой, и эмбриолог его сам раскапывает перед биопсией, но это менее удобно, на мой взгляд. Плюс мы должны быть полностью уверены в том, что используемый буфер у нас раскапан абсолютно стерильно, и мы в этом процессе не занесли никакую дополнительную контоминацию. Каждый кейс, такая коробочка должна быть промаркирована ID пациентом, обычно это номер карты, даты, номер лаборатории и исполняющим эмбриотом. Одна коробочка для одной пациентки. Если есть несколько пациенток, даже с одним эмбрионом, то логичнее для каждой использовать отдельную коробочку. Естественно, вся эта информация должна быть проверена, соответствовать документам и информации, которая находится на чашке. Чашки все те же маркеры должны иметь, то есть это ID пациента и номер эмбриона, который мы биопсируем. Сама процедура отмывки клеток может разниться в различных лабораториях, разниться для различных генетических компаний на самом деле. Здесь представлено для нашей лаборатории мы делаем три капли промыточные. В первую очередь это промывка от масла, которое само по себе ПЦР у нас с достаточно небольшой вероятностью может заингибировать, но к нему может приклеиться наш образец и этот образец затем куда-нибудь всплывет, приклеится к стенке, высохнет и мы получим отсутствие ответа в генетической лаборатории, что очень нежелательно для лаборатории эмбриона. Поэтому мы используем три капли, контроль мы берем из самой последней капли и промывку осуществляем обязательно в первых двух каплях, меняя каждый раз носик стрипера, перемещая образец из одной капли к другую. Для того, чтобы избежать контоминации, то есть перекрестной контоминации эмбрионов с чужеродной ДНК в нашем образце, мы должны быть уверены, естественно, что мы изучаем ДНК, которая характерна для эмбриона. Это обязательное условие выполнения процедуры и для этого мы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, это обязательное наличие перчаток это обязательное выполнение всех процедур в чистом помещении, если у вас плохая вентиляция в эмбриологической лаборатории и помещение не грейд и по частоте воздуха, то все должно проводиться в ламинаре и ламинар должен быть включен. Соответственно, обработка поверхностей и оборудования перед процедурой должна проводиться, это специальные растворы разрушающие ДНК или хотя бы этанол, который помогает нам тоже отметь большую часть ДНК с поверхности. Это возможность проведения облучения микрофиолета маминара, это смена обязательных капилляров при промывке и тюбинге, это смена ингл при визисе клеток и желательная смена игл, то есть холдинга и биопсий иголки при каждом эмбрионе и в идеале это отдельный ламинар второго класса, который у нас будет использоваться только для данной процедуры. Естественно, это очень тяжело осуществимо в большинстве клиник и поэтому мы должны быть с биопсией разнесены в пространстве и во времени от остальных процедур. Нельзя использовать один большой ламинар, в котором сбоку кто-то будет размораживать эмбрионы либо делать перенос, а я тут сделаю тюбинг быстренько пока кто-то делает другую процедуру. Нет, либо это полностью отдельный ламинар, либо это четкое разнесение по времени всех процедур лаборатории. Говоря о правилах отмывки и тюбинга, мы подразумеваем, что мы должны постоянно следить за нашим кусочком, то есть мы видим, что кусочек у нас зашел в капилляр, вышел из капилляра, находится в пиндор и мы его отправляем. Масло не должно попадать в пробирку для ПЦР, всегда необходимо брать новый капилляр при переносе в новую каплю и использовать минимальный объем среды при переносе, то есть за счет минимального объема среды мы не только сокращаем шанс инкоминации, но генетические лаборатории добавляют необходимые реагенты для геномной гибридизации и для амплификации в расчете на то, что у нас есть определенный объем буфера. Если мы сделаем его в три раза больше, то те реагенты, которые для РГА используются, тоже разведутся в большее количество раз, у нас может не пройти амплификация. Необходимо центрифугирование до и после тюбинга, то есть мы должны быть уверены, что у нас образец находится в буфере, он не приклеился к стенке, он находится на дне пробирки. Это четкое исполнение инструкции инкентрической лаборатории, правильное и аккуратное заполнение документации и на самом деле необходимо отметить, что практика в тюбинге должна быть больше, чем биопсия. То есть технически выполнить правильно тюбинг, увидеть маленький кусочек не под микроскопом, не при увеличении там 400 раз, а при увеличении 20 раз гораздо сложнее. Взаимодействовать с этими клетками руками без микроманипулятора гораздо сложнее и необходимо добиваться того, что вы действительно контролируете каждый этап и видите кусочек. Затем мы с вами поговорим о контроле частоты процедуры. Нам недостаточно только положить кусочек в нужный пиндорфик и его проанализировать. Мы должны быть уверены, что у нас нет ничего лишнего и должны быть уверены, что генетическая лаборатория тоже правильно работает. На самом деле контроль частоты процедуры это одна из основных, мне кажется, фишек компании генетика, которая этим действительно занимается. Во многих рекомендациях, в том числе зарубежных биопсий, про контроль вообще ничего не сказано. То есть люди отправляют кусочек в генетическую лабораторию и в 90% случаев никаких проблем нет. Но есть определенное количество случаев, когда мы можем не видеть кусочек и мы должны быть уверены в том, что мы работаем аккуратно, чисто, без контоминации. Мы можем грешить на то, что в генетической лаборатории сделали нам грязный буфер, либо мы можем быть неуверены в том, что вообще вот эти реагенты, которые в данном кейсе используются, они работают. От всего от этого мы должны быть застрахованы. Поэтому мы используем разные контроли. И в первую очередь это негативный контроль к каждому образцу. Он берется из третьей промышленной капли и гарантирует нам то, что мы исследуем наш образец, то, что у нас в тупилляре ничего не застряло, мы действительно имеем чистую среду, если мы в нее залезаем нашим носиком, и вот этот контроль на чистоту к каждому образцу, он необходим именно к каждому образцу, потому что каждый образец индивидуально мы перестанавливаем инструменты, открываем новую чашку, каждый образец одна чашка и используем к каждому образцу свой контроль. Есть вариант взятия этого контроля заранее из чашки для биопсии, но минусы заключаются в том, что чашка для биопсии у нас находится под маслом. Шанс того, что у нас какая-то внешняя пылинка содержащая ДНК попадет под масло в каплю культуральной среды, и мы ее будем исследовать. Он очень маленький. Шанс того, что мы в каплях для промывки, которые у нас стоят на обычном столе ламинара, занесем вот эту чужеродную ДНК гораздо больше. Шанс того, что мы занесем это ДНК в самый последний момент, уже положив кусочек в пробирку, например, Т1, гораздо больше, чем в начале. Поэтому нет смысла брать контроль заранее, есть их смысл брать, и это очень важно. Негативный контроль к кейсу, он помогает определить контоминацию при приготовлении буфера. Вот в случае компании генетика буфер у нас готовится в генетической лаборатории, где действительно соблюдены все стандарты очистки воздуха, стандарты работы в действительно чистом помещении, и в эндреологических лабораториях таких помещений фактически нет нигде. То есть шанс того, что в генетической лаборатории нам раскапывают грязный буфер гораздо меньше, чем если мы его будем раскапывать в нашей собственной лаборатории. Но в то же время все равно одна случайная проверка выпирается из кейса, она формируется как негативный контроль, она не открывается, но исследуется на предметной лечебе. И, наконец, нам надо быть уверены, что в тех кейсах, которые мы отправляем, у нас действительно все реагенты амплифицируют ДНК, и если нам не приходит ответ, то это косяк не генетической лаборатории, а наш собственный или особенный эмбрион. Поэтому нужно положительный контроль, который точно будет содержать ДНК, причем в маленьком количестве, то есть это контроль из двух, трех, одной клетки. Вот в случае применения единичных клеток нам удается получить ответ, что именно в этой реакции у нас проходит ВГА, и действительно все методы работают. Вот так выглядит для генетиков, которые работают с нашими образцами, результаты полногеномной гибридизации, то есть Т1, 2, 3, 4, 5, это ДНК трофобласта, Б, соответственно, бластомеров, если используем, и контроли к каждому образцу, они чистые, плюс у нас два контроля положительных, которые действительно показывают амплификацию, и вода, которая не должна амплифицироваться. Вот только в такой ситуации мы понимаем, что мы исследуем то, что нам нужно, мы не получаем как бы ложноположительных, ложноотрицательных ответов. Вот при применении этих методов контроля мы видим отсутствие амплификации в 4,5% случаев примерно и контаминации контроля в 2,2% случаев. Ну, вероятность очень маленькая, но в то же время благодаря наличию таких контролей они отсеяны. Отдельно я бы хотел остановиться на транспортировке образца в важном моменте, потому что очень часто бывает так, что образцы неправильно транспортируются в генетическую лабораторию, если они будут оттаивать, в этом процессе, то мы можем получить отсутствие ответа тоже, потому что наш образец может находиться в жидкой фазе в процессе тряски по лежачим полицейским или нашим дорогам, он окажется на крышке пробирки и в итоге в пробирке у нас ничего нет и ответа мы не получим. Важно эти вопросы соблюдать при транспортировке всех образцов и особенности конечно образцов генетической диагностики. поэтому критерии правильной транспортировки заключаются в следующем, что образец у нас всегда находится в замороженном буфере, он отцентрифугированный, нет дополнительных капель брызг на стенку пробирки и штатив чистый находится в специальном пакете, его никто не касался. Чтобы все эти моменты не забыть в процессе нашей работы, не забыть оформить все документы, рекомендуется использовать так называемых чек-листов, то есть систем оценки наших действий. когда мы проводим какое-то действие, мы отмечаем галочкой, что мы выполнили это действие. Мы сделали биопсию, мы промаркировали чашку, мы промаркировали хриотоп, мы записали в этот журнал, в эту базу, позвонили курьеру, записали в информированном согласии все вещи, которые мы проделали, которые необходимы, написаны в софтах и необходимы для прослеживания нашего образца. Поэтому такой чек-лист нужен для контроля качества работы, он должен, естественно, полностью соответствовать документации материала. Все документы должны быть продублированы в бумажном и электронном виде на случай потери данных. За каждый документ должен отвечать соответствующий человек, который его заполнял. И иногда бывает такая практика, что один эмбриолог выполняет процедуру и говорит, Маша или Паша, заполни мне пока все документы, а я сделаю тьюбинг либо заморожу эмбрионы. Нет, Маша или Паша могут проверить, как вы заполнили документы, но именно тот эмбриолог, который выполнял процедуру, должен заполнять все документы, чтобы все нюансы в них были отражены. Как следить за успешностью выполнения наших процедур? Для этого придумали K-Performance Indication, который недавно стали вводить в эмбриологию и в том числе в область биопсии и инфляционно-генетическое тестирование. Но считается, что частота успешной биопсии у нас должна превышать 90%, стандартом является 95%. Частота успешного тюбинга должна быть больше 95%, и частота отсутствия амплификации у нас не более 1-2%. В случае исследования возможности обучения системам биопсии различных операторов, эмбриологов, имеющих разные вовлечения в эмбриологические процедуры, имеющие определенный опыт в микромагипуляциях, не имеющие такого опыта, было показано, что необходимо сделать как минимум 30 биопсий для достижения референсных значений и уживаемости гластоциста эмбриологам, которые имеют опыт, и более 50 таких биопсий эмбриологам без опыта микромагипуляций. Аналогичные результаты для тюбинга. Это минимум 30 образцов, 35 образцов минимум для эмбриологов без опыта. Соответственно, должно быть определенное количество эмбрионов, которые у нас не только дают амплификацию, и мы видим ДНК там, где она должна быть, и отсутствие ее в контролях, но и гластоцисты, которые у нас переживают эту процедуру, то есть они должны затем быть жизнеспособными. Только после этого мы разрешаем как гомбриологу проводить процедуру. У себя в клинике мы применяем градацию по 30 кейсов на человека, то есть 30 эмбрионов на человека. Недавно у нас проходило обучение наш собственный эмбриолог, который начинает этим методом владеть, при этом имея большой опыт работы в УКО и опыт в УКСИ и других микромагипуляций. Если он допускает какую-то ошибку, то мы ее исправляем. После этих 30 кейсов мы выполняем процедуру тестовой биопсии, и затем исследуем уже дополнительно 10 кейсов, которые не являются кейсами пациентов, а являются выборковыми эмбрионами, отказными для научных целей. Соответственно, все галстацисты должны из этих 10 выжить, и мы должны видеть везде кусочек биоптата, который у нас будет затем направлен в генетический лаборатор. Если допускается какая-то ошибка, то дается еще 10 галстацист для тренинга. В этом случае мы можем гарантировать о том, что наш эмбриолог действительно обучен методом. Поэтому можно сказать, что тренинг это залог успеха, и важно понимать, что недостаточно такого одномоментного обучения. Пусть можно съездить куда-то на воркшоп, вас там неделю поучат делать биопсию, вы приедете с бумажкой, что вы можете сделать биопсию или какую-то другую процедуру, и все, потом про это забыть. Если не делать эти технические манипуляции чаще одного раза в месяц, то эти навыки теряются, и мы не можем уже быть уверены, что действительно эмбриолог владеет данной методикой. Проверка всех процедур, совершенствование СОПов, проверка ауди-документации должна проводиться не реже раза в год. Единообразие морководической оценки, как я уже говорил, должно присутствовать между различными эмбриологами, и должен проходить контроль качества минимум раз в 6 месяцев единообразие этой оценки, единообразие подходов и методов и соблюдения СОПов всеми эмбриологами. И стандартизация протокола вытрификации оттаяния тоже очень важна, потому что, опять же, это поле для различной деятельности, поле, в котором эмбриологи могут очень варьировать свои навыки. Для того, чтобы быть уверенными в ответ с каждой конкретной лаборатории от конкретного эмбриолога, в компании генетика мы предлагаем провести так называемую тестовую биопсию или dry run. Это ситуация, когда эмбриолог начинает взаимодействовать с генетической лабораторией генетика. И тестовая биопсия это не какой-то экзамен для эмбриолога или лаборатории. Это такая лишняя уверенность того, что мы действительно понимаем, что мы делаем, мы действительно отработали все протоколы взаимодействия. Это невозможно проговорить, не имея конкретного кейса. И многие ошибки, которые встречаются на dry run после его прохождения успешного, легко после консультации с эмбриологом, после обсуждения могут быть выявлены и нейтрализованы до реальных пациентов. Поэтому dry run необходим для контроля качества работы лаборатории, подразумевает апробацию протокола, но эта апробация должна быть персонализирована для каждого эмбриолога и нужна она только в том случае, если эмбриолог действительно освоил методы биопсии. То есть нет смысла учиться и делать dry run. Естественно, в процессе обучения будет много отсутствия ответа, много контоминаций и dry run необходимо выполнить уже после того, как эмбриолог прошел обучение. Главной целью является обнаружение достаточного количества ДНК в пробегах с буфером, лизирующим и отсутствия контоминации и контроля. И важно, что для тестовой биопсии используют только хорошие бластоцисты. Естественно, можно взять несколько кусочков трофобласта от одной такой бластоцисты, но использовать становившиеся эмбрионы бластоцисты плохого качества нельзя, потому что это приведет к тому, что мы не получим ответа и скажем, что есть какие-то технические проблемы, хотя их может и не быть в данном случае. В компании проведили подсчет результативности работы после тестовой биопсии, и если в биопсии для реальных кейсов у нас имеются приемлемые результаты отсутствия амплификации и контоминации, то в тестовых биопсиях эти результаты были намного больше. И поэтому, если это был бы первый кейс, то с вероятностью 13-14% мы бы получили неправильный ответ или не получили бы его вовсе, поэтому в этом случае применение тестовых биопсий мне кажется абсолютно оправданным и важным этапом взаимодействия с генетической лабораторией. В чем могут быть проблемы отсутствия ответа в наших образцах? Это в первую очередь эмбрионы плохого качества, субъектомального качества, когда мы используем клетки, которые у нас лизируются, либо клетки, которые без ядер, либо маленькое количество этих клеток, либо мы теряем где-то материал при переносе из чашки, например, эмборфик. Если мы используем много импульсов лазера и приводит к тому, что клетки у нас могут приклеиваться в капилляре и не попадать в пробирку для тюбинга, поэтому мы должны всегда видеть кусочек, который мы кладем в пробирку и эмборфик. Это нарушение транспортировки и медленное замораживание биоптата, то есть мы сделали тюбинг, мы отошли и попили чай, потому что устали, кто-то толкнул стол и все у нас разлетелось по пробирке, а потом только заморозили. После того, как вы сразу сделали тюбинг, убирается штатив в морозилку и чем быстрее заморозок произойдет, тем лучше. Проблемы получения ответа мозаик тоже часто встречаются и иногда это не особенность эмбриона, а особенность выполнения, то есть техническая проблема. Это опять эмбрионы плохого качества, когда мы можем взять не только клетки, вышедшие из развития эмбриона, обычно такие клетки аномальные с ненормальным количеством хромосом, но и клетки, которые не содержат ядер. Это контаминация от предыдущего эмбриона, если мы не меняли наши биопсийные иголки. Это возможный анализ ДНК сперматозоидов, хотя это весьма спорный момент при проведении ЭКО, поэтому для того, чтобы проводить генетическое тестирование, мы рекомендуем метод плодотворение ЭКСИ, это контаминация клетками кумблюса нашего биоптата, когда мы плохо чистим клетки после ЭКСИ, это биопсия фрагментов клеток эксклюзированных строк кодермат, как я уже говорил, и контаминация чужеродной ДНК при биоптатке. Мы с вами говорили о генетическом тестировании второго поколения, но что нас может ожидать в будущем, далеком или не очень. Это так называемое неинвазивное генетическое тестирование, когда для тестирования мы используем не клетки самого эмбриона, а, например, жидкость внутри блестоцисты или клетки или ДНК, которую эмбрион выделяет в окружающую среду. Но, как показывают первичные исследования, эти методы хорошо воспроизводимы для анимплоидных эмбрионов. Они имеют достаточную чувствительность в том случае, если клетки трофитодермы эмбрионов и неуплоидные. А в случае, если клетки трофитодермы и неуплоидные, то практически 50 на 50 мы имеем как позитивную амплификацию, так и негативную амплификацию, то есть ее отсутствие. Поэтому вопрос о специфичности и чувствительности метода, он остается открытым. Вопрос именно о чувствительности метода, то есть наличие отсутствия амплификации, открыт для илтлодных эмбрионов. Для специфичности было показано, что 85% определяется так же, как и при биопсии аномалий. И, кроме того, есть возможность у нас исследовать среду, в которой эмбрионы культивировались. в некоторых случаях мы имеем схождение результатов с жидкостью в полости бластоциста и с тем, что мы получаем при биопсии в некоторых полное расхождение. Если суммировать все эти данные, то наиболее точным все-таки является на сегодняшний день метод биопсии клеток. Он в случае использования хорошего бластоциста правильной техники минимально травмирует эмбрион и не снижает его шансы на дальнейшее развитие. Методы исследования культуральной среды либо внутренней жидкости бластоциста естественно гораздо безопаснее для эмбрионов, не снижают их качество и потенции к развитию, но при достаточной чувствительности имеют худшую воспроизводимость и не всегда соответствуют той информации, которую мы получили методом биопсии. В общем, у меня все. Я буду признателен, если у меня озвучат вопросы, которые пришли, комментарии и большое спасибо за внимание. Думаю, это не единственная наша с вами встреча.